Ладно, погрелись, надо и честь знать. Возьмем с собой палку. Будет как орудие. Можно и кастрюлю с собой захватить. На самом деле. Использовать палку как меч. Да, картошка даже на камень немного похожа. Или на пенопласт. Так что мы, можно сказать, сделали орудие. Первое орудие человека прямоходящего. И в принципе мы можем защищаться кастрюлей и орудовать этой палкой с картошкой. В любом случае альтернатив нет. Кроме кастрюли и этой картофелины больше ничего и никого нет. Так что это наш единственный верный спутник. Или спутница, если мы вдруг туда не найдем, как ее там называли, Валерии. Вообще можно даже в городки играть, если очень сильно постараться. Ладно, но мы этим заниматься, естественно, не будем. Возьмем палку, возьмем картофельну, возьмем наш щит. И давайте для начала здесь осмотримся. Так, ну я предлагаю залезть куда-нибудь сюда. Здесь у нас вентиль. Крюк заблокировал шестерню. Вроде как я могу взаимодействовать, но что-то не очень получается. Крюк этот убрать я не могу. По крайней мере сейчас. Так, ладно, давайте двигаться дальше. Вообще у нас, конечно, фонарик есть. Было бы неплохо в одну руку взять фонарик. Так, это что? Ловушка? По-моему, не самая удачная. С этой стороны тоже должен был контейнер упасть. Видимо, он съехал немножко. Меня должны были натравить чем-нибудь, например. Или натравить кого-нибудь. Но в любом случае я из этого отверстия мог бы вылезти. Так, ладно, здесь у нас гвозди. Оставим пока наше оружие. И также какой-то конверт или записка. Встреча в убежище 15 февраля в 23.00. Соблюдать все предосторожности. Пиар 03.00. Что-то буркает. Это не в моем желудке. Нет, это, скорее всего, лодка наша, на которую мы приехали. Так, ладно. В таком случае, я полагаю, нам нужно вернуться к вентилю. Этот крюк, видимо, и сломался. Да, это подпорка. И что мы можем с ней сделать? Склеить вряд ли получится. А, мы можем, кстати, гвоздь тут взять и попробовать гвоздь забить, например. Правда, молотка у нас никакого нет, но есть картофельная. Твердая, как камень. Так, ну как? Гвозди-то я точно забивать умею. Может быть, настроить осциллограф у меня не очень получилось. Но вот гвозди забить могу и колоком. Твою мать, в глаз я забил. По-моему, видимо, нужно просто найти еще одну такую подпорку. И он медленно спускается, я уже контролировать этот процесс не могу. Окей, в таком случае возвращаемся к нашему орудию. Давайте кастрюлю, наверное, оставим здесь и возьмем все-таки фонарик. Мне кажется, сейчас начнется традиционный поиск предметов. Так, пусть здесь повисит. Погнали. Осмотримся повнимательнее. Я вижу вон там что-то. Сейчас мы туда и пойдем. Что у нас здесь? Деревянные конструкции для транспортировки. Деревянные конструкции для транспортировки. Здесь вроде как ничего, могу туда картофелину просунуть. Да, ну вряд ли. Нам в эту катушку каким-то образом нужно залезть внутрь. Так, вот здесь я смотрю дыра. Шум будет звучать, пока вы не услышите важное сообщение. Достаньте радио из рюкзака. Мне придется фонарик, наверное, закинем. Ладно. И орудие сюда поместим. Так, радио. Вращая ручку, настройтесь на частоту станции призрака. Это сделать будет непросто. Вибрация поможет настроить сообщение. Или просто. Я чувствую эту вибрацию, да? Это было просто. Попробую еще раз через 3, 2, 1. Проклятие! Сработало? Черт, снова спалили. Скажи Диме, чтобы выписал больше запчастей для следующих экспериментов. Погоди, дай запишу. 15 января 1976 года. Вторая смена, говорит Анатолий Сколодовский. Образец за номером M533, опыт прошел неудачно. Частота не подошла, мощность оказалась чрезмерной, образец уничтожен. На больших частотах труднее регулировать мощность. Если по достижению 600-го результата не будет эксперимент, нужно прекращать. Превышение отметки грозит опасностью и непредвиденными последствиями. Камера начала сбоить на 500-м, и часть энергии выбросила в окружающую среду. Сельские жители говорили, что тогда из радио доносились странные звуки, а некоторые жаловались на головную боль. Существующей нормы безопасности недостаточно, я пошлю официальный запрос. Молоток, во-первых. Действительно, похоже, гвоздь нужно забить. Отвертка есть. Так, ладно. Все, больше ничего, да? Придется нам оставить снова наш орудие. Вечно я носить его не смогу. Давайте посмотрим, что мы можем взять. Не, на самом деле мы все здесь можем брать. Ладно, тогда, наверное, освободим две руки. О, кажется, кое-что я нашел. Причем этот предмет можно сложить в рюкзак. Видимо, тоже за плечо, да? Могу ли я забить гвоздь куда-нибудь вот сюда? Но звук есть. Есть и прогресс. Ладно, признаемся честно, я и гвозди забывать не умею. Так что давайте двигаться назад. Технология прогрессирует. И пора расстаться с нашей палкой. Теперь у нас посерьезнее инструмент. Так, ладно, давайте возьмем отвертку. Ну, не знаю, мне кажется, она нам не понадобится. И, скорее всего, молоток тоже. Ну, возле нам никакие забивать не нужно будет. Просто эту подпорку оставить. Да и все. И пройти под контейнером. Так, но когда ты играешь в VR, есть возможность собирать какие-то предметы, изучать их, брать их с собой в конце концов. Почему бы этой возможностью не воспользоваться? Так, есть. Молоток забираем. Может быть, стоит перекусить перед уходом? Просвещению? Нет. Прогрессу? Да. Это я ощутил на своей шкуре сегодня. Так, ладно. Проходим. Надеюсь, мне не придавит этот контейнер. Хотя как-то поскрипывал. Разработчики явно хотели заставить игроков нервничать. Так, я вижу наверху генератор. Здесь рабочая лампа, кстати. И кто-то... Там шныряет. Я дерево. Блин, дерево прозрачное. Он мне помахал? По-моему, он меня заметил. Ладно, все нормально. Я френдли. Не уверен, что и он тоже дружественный. Так, газетка. Радио не включать. Жители поселка волна жалуются на головные боды. Да, об этом мы уже узнали. Богатство недр на службу людям. Обеспечить достаток кормов. Как задумчивый. Молодой человек. 1 сентября 1975 года. Вот это кислотный приход. Я думал, меня убило током. Берегите лес от пожара. Росток, полигон, каскад, воронка. Карта. Блин, опять прилипло. Надо руки мыть. Сейчас с этим поделать не могу. Ладно, ничего страшного. График смен. Удостоверение, имя, подпись. Может мне надо расписаться? Да, действительно, смотрите. Так, теперь мы за Дмитрия Грага. Или это Иелен Григо. Грага, наверное, играем. Удостоверение 333. А карандаш я, смотрите, положить сумел. Мне показалось, у него вместо руки гаечный ключ. Как у пирата. Так, ладно. Простите, я пришел, расписался, готов к работе. Дмитрий, привет! Хорошо, что ты принес микросхему. Да, она прилипла. Отдай логику Ивану, он уже почти настроил шлюз. Он, считай, отмахивается. Он выглядит как Петька. А этот мужик выглядит как Иван Васильевич, почти. Так, ладно, сейчас, сейчас, братан. Не тяни, отдай эту штуку Ване. Секунду, я хотел бы здесь усмотреться. На самом деле, он достаточно неплохие пейзажи. Как считаешь? Держи. Помочь? Дмитрий, ты иди сюда. В молодости я был чемпионом по охоте на лис. Фонарик взять нельзя. Спортивная радиопилингация в СССР, это было очень популярно. Просто слушай, сигнал поможет тебе найти передатчик и поймать лису. Более высокий тон указывает правильное направление. На, попробуй. Кручи эту штуку и постарайся найти передатчик. Так, ну. Медленно поворачивай слева направо и иди по сигналу. Передатчик где-то здесь. А что если я не хочу? Гляньте, какой гордливый. Доволен собой. Давай, Дмитрий, найди передатчик. Ладно. Так, а как включить эту штуку? Включил? Включил. Мне надо звук выкручивать, потому что я не слышу вообще пиликанье. Но я этого мужика еле слышал. Благо есть субтитры. Дмитрий, давай, найди передатчик. Да сейчас я уже близок, я уверен. У Писка, по-моему, сейчас вообще ничего нет, да? О! Кажется, я что-то слышал. Наверняка вон в тот ангар нужно залезть. Так, усиливается. Да. Или нет? Что-то я не могу сюда пролезть, но он усилился. Положи его в этот ящик, у нас есть дела поважнее. Ладно, в ящик так в ящик. В какой ящик-то? Вот в этот, по всей видимости. Фух, отпустило. Не надо было жрать ту странную подозрительную картошку. Так, ладно. Да, это действительно такие флэшбеки через меня. Пенегатор, кстати, здесь до сих пор валяется. Да, тут головоломки для радиолюбителей и электриков. Видимо, я просто должен найти еще одну логику. Потому что другого варианта я не вижу. Так, ладно, давайте прогуляемся сначала до этого объекта. Осмотримся здесь. И там уже решу. Каскад, Великая Стена Просвещения. Резервуар снабжен водосливом. В резервуаре хранятся тонны воды для охлаждения генераторов. Водослив обеспечивает полномерный сброс воды в озеро. Я запрограммировал четыре микрокомпьютера логикой. Если установить их в трансформатор в определенном порядке, можно вызвать экстренный сброс воды. В результате чего генераторы перегреются, а излучение, как я полагаю, прекратится. Так, четыре логики. Значит, еще одну нужно найти, и затем в каком-то конкретном порядке, задуманном, этим господином, вставить. Но где еще одна логика? Я нашел только три. Здесь нихрена не видно. Ну так, ладно, давайте вооружаться снова, наверное, в фонарик. Откуда я пришел? Я, кстати, вот здесь за забором не был. Да, скорее всего, мы здесь и найдем четвертую логику. Вон я вижу фонарь. Нет, здесь птицки. Кстати, фонарь даже лучше, по-моему, освещает. Но в рюкзак его сложить нельзя. Так, видимо, важные сообщения здесь закрашены. Сейчас в пещеру какую-то спустимся. Или нет? Нет, здесь полностью невидимая система. Главное не заблудиться. Я вообще на какое-то открытое пространство. Я точно туда иду? Вышел на открытое пространство? Мне кажется, такими темпами я заблужился вообще. Я не уверен, честно говоря, что мне сюда действительно сейчас наткнуть на какую-то шахту. В пещеру. Какие-то просадки безумные. Так. Да, шахта, смотрите. Безопасная зона. Южный вход. Клетка Фарадея. Думаю, только она и спасет, если башня Тесла произведет мощный разряд. Конец сообщения. Вот это улетел фонарь, вы видели? Ладно, ничего страшного. Главное, что он никуда не провалился. Это было не страшно. Но на самом деле здесь и так достаточно освещения. Все хорошо видно. Так, но мне кажется, я не туда забрел вообще. Или я сюда в итоге должен был прийти. Газ, контейнер. И вон там записочка какая-то, но, к сожалению, я достать ее не могу. А вон ступеньки. Здесь, кстати, еще один молоток. Может быть, когда-то он нам пригодится все-таки, огнетушитель взять нельзя. Так. Это что? Google Glass. Они предсказали появление этой технологии. Дополненная реальность была еще в 76-м. Это какой-то он год. Так, ладно. Не знаю, вряд ли это какая-то подсказка. Здесь замок открыть. Мы его вряд ли сможем, судя по модельке. Так, спрыгнуть можно? Да. Ладно, давайте двигаться дальше. Нам похоже вот сюда. Особый контейнер, непроницаемый для электромагнитных волн. Технология применяется для защиты чувствительной аппаратуры от радиочастотного воздействия. Клетка также может уберегать людей технику оттока, например, молнии и статических разрядов. Клетка Фрадея. Схема башни Теслы. Еще одна фотография. Глобус можно покрутить? Нет, к сожалению. Не проработано. Я недоволен. Так, ладно, и здесь у нас дверь. Только уполномоченному персоналу. Эта дверь, естественно, сейчас мы никак открыть не сможем. Мне кажется, я просто рано сюда пришел. Ничего сделать я не могу. Либо я, конечно, что-то упускаю. Но мне кажется, надо возвращаться. Да, давайте, наверное, пока вернемся. Здесь еще одна головоломка. А у нас за плечами предыдущее нерешенное. А здесь еще несколько объектов. Так что нам в любом случае нужно осмотреться, мне кажется. Так, фонарный столб. Мне показалось, на дереве что-то белое застряло. Логика, например. Так, здесь у нас грузовик. И просадки FPS. Баллон. Ничего. Просто в канаву какой-то свалился. Толку от этого никакого. Абсолютно нет. Тук-тук. Тук. Мне кажется, здесь уже никто не живет. Телефон рабочий. И кто-то звонит. Алло. Тони. Эй, алло. Меня слышно? Макс, Макс, это ты? Господи, это ты? Блин, чувак. Я тут чуть не обосрался за эти несколько часов. Я не знаю, то ли мне все это снится. Где, черт возьми, тебя носят? Я помню, как мы плыли на лодке, а потом я очнулся. Какой-то типа теплицы. Это какая-то гребанная теплица, чел, черт. Вот мы плывем на лодке, а вот я тут, среди какой-то левой травы и всякой лабораторной хрени. Тут вывеска Росток, какого черта? Ну что за жопа? Один процент, братан, быстрее. Надо же было вляпаться, а еще сеструху Лерку найти надо. Ты поможешь? Макс? Макс, алло? Ты вообще меня слышишь? Нажми один. Все, норм, рад слышать. Пока еще чего не стряслось, встретимся за каньоном справа от пруда. Рядом с... Так вот, с этого надо было начинать, братан. У меня один процент оставался. Ну ладно, про пруд хотя бы информация есть. Справа от пруда. Вот, соответственно, пруд. И где-то справа мы встретимся. Возле неизвестно чего. Экспериментальный полигон. Каскад, Росток, Воронка. Ладно, мы, я думаю, наткнемся рано или поздно на нужное место. Так, все. Здесь больше ничего нет, кроме газеты. Просвещение заявляет. Причин для паники нет. Во время Чернобыльской катастрофы тоже говорили. Причин для паники нет никакой. Так что рано или поздно мы кого-нибудь найдем. Я сквозь деревья? Да, могу проходить, кстати. Здесь небольшой мостик. Видимо, перепрыгнуть я не в состоянии. Так что нам нужно каким-то образом либо цепь сбить, либо просто альтернативный способ переправиться найти. Так, ну и в итоге мы забрели снова на берег. Но с другой стороны здесь огромный якорь. И больше нихрена нет. Здесь могила вообще какая-то. Или что это? Плита. Я как в болото зашел. От счастья так и есть. А через многие объекты можно просто насквозь проходить. Не знаю, зачем вообще это место в таком случае. Так. А, в итоге я пришел назад. Это шорткапты, оказывается. Ну, точнее, не шорткапты, а, наверное, альтернативный. Да, по-моему, я зря сюда пришел вообще. Так незадуманно. Я подумал, что это действительно альтернативный проход. Но, по всей видимости, это не так. Лучше, наверное, вернуться. Тут я подумал как-то странно, что я сквозь объекты все же прохожу. Так, ну, я нашел обход. Я с противоположной теперь стороны. С цепью я вряд ли что-то сделать смогу. Хотя, смотрите, цепь уже практически на волоске. Если бы у меня был бы с собой молоток, вряд ли я бы что-то смог сделать. Ладно, в таком случае, мне кажется, этот мост мы вообще никогда не спустим. Раз есть обход, обходной путь. Так, кажется, я что-то нашел. Положим фонарь, наверное. Чтобы было поудобнее. Смотрим, что у нас здесь. Есть схема. Я с этим никогда не разберусь, на самом деле. Фьюз. Переключатели. Активно я могу с ними взаимодействовать. Соответственно, нам какую-то цепь нужно составить. Так, один, два, три. Я должен был вставить. А теперь прослушайте радио. А где радио? Так, секунду. У меня радио исчезло. Кто-то спер уже. Я рад, что ты теперь умеешь... Полагаю, сейчас ты смотришь на мою первую логическую плату. Обязательно подавай ток последовательно, чтобы получить все новые координаты. А самое главное, не трогай. Лись. Пока. Прекрасно. Тесла, чего? Ведь мы-то еще не коняемся. Ударит. Радио. Мгновенно убьет. Звучит обнадеживающе. Так, ладно. Давайте разбираться. Признаюсь честно, я пока не очень понимаю, как это работает. Наверное, мы должны красную стрелку поднять до отметки в 70. Не перегрузив при этом. Как это сделать? Пока не очень понятно. Ну-ка. Так, мы подняли до 30. Теперь вот этот синий мы не трогаем. Так, 40. 50. Так, 60. Ну, это было просто, но я не понял, что я делал. Это мне абсолютно не помогло. Я просто, можно сказать, методом тыка постепенно поднимал, соответственно, эту стрелочку. Так, ну все. Пенегатор я могу забирать. Да, вроде все получилось. Или нет? Я портал в ад открыл. Какое-то адское пламя надвигается. Так, похоже, я знаю, куда бежать. Давай, быстрее. Оно все ближе и ближе. Ну, ты не можешь побыстрее бежать? Что это такое? Он как черепаха ползет. Еще и сосед сверлит. Надеюсь, вы этого не слышите. Я не успел. Но теперь мы знаем, что делать. Надеюсь, не все заново. Но фонарик, кстати, остался на прежней позиции. Так, хватаем и бежим сразу же. Фонарик нахрен не нужен. Забейте на него. Потом возьмем, возможно. Если мы когда-нибудь вообще вернемся. Как же он медленно бежит. Давай. Чуть-чуть. Да, надо было сразу совершать рвук. Если бы я знал, что тут так плохо все закончится. И я все равно мертв. Так, ладно. Может быть, мне еще дальше надо было забежать. Не останавливаться вообще. Но я почувствовал себя в безопасности. Или мне нужно что-то активировать, возможно. Не знаю. Ладно, давайте снова попытаемся забежать. Или в определенной зоне надо было стоять. Вот здесь вот. Вот в этой клетке, да. А я дальше побежал, как дебил. Нам же писали как раз про эту клетку. Но я только сейчас это понял. Так, кажется, все в порядке. И мир погрузился во тьму. Все, и фонарик теперь ни хрена не работает. Так, ладно. Убрать я его тоже не могу, кстати. Да и хрен мы с ним. Может быть, те самые ворота открылись теперь. Не похоже. Да, фонарик не работает. Так что теперь наслаждайтесь темнотой, мраком. Вы можете просто закрыть глаза. Я буду рассказывать, что происходит. Если что-то увижу, конечно. Беру описание клетки Фарадея. Снова насматриваю ее. Сверлит сосед. Пытаюсь забросить... О, наконец-то мне получилось забросить фонарик в рюкзак. Ну-ка, если мы снова его достанем. Может быть, он заработает? Нет, не похоже. Так, ладно. Возвращаем фонарик. В таком случае здесь нам в этом убежище в бункере делать больше нечего. Выбираемся. Выбираемся из бункера. И будем ориентироваться по свету. Если что, у нас еще остался пеленгатор, так что можно ориентироваться по пеленгатору. Эй! Максим! Я знаю, что ты меня слышишь. Это место... Кому-то очень больно. Он в ловушке. Ты ищешь своих друзей, да? Я тоже. Я хотел помочь Виктору, но сначала надо было его словить. Я слышал, как он мучился. Эй, Макс. Будь осторожен. Я же сказал, поворачивай назад. Мне просто показалось... Надо поставить ловушки. А с грузовиком что будем делать? Оставь его. У нас мало времени. Да, видимо, свет приведет меня к истине. Как в Аллен Вейке. Ну, кстати, телефон подзарядился, видимо. Благодаря этому разряду. И этому полю. 7% теперь было. Тут музыка нагнетающая. Надеюсь, никто за задницу не схватит. Я в какую-то выгребную яму, по-моему, проваливался. По ощущениям, я как будто по болоту. Передвигаюсь. Я тебе говорю, он не чудовище. Его таким сделало просвещение. Вот уж точно логовом монстров. А я столько лет тут работал, и поверить не могу. Да, если бы Анатолий и Дмитриев не сказали нам правду, мы бы уже были мертвы. Я правильно сделал, чтобы вступил в сопротивление. Значит, Виктор был их другом? 9 января. Лучший друг Виктор, он был убит в стенах просвещения во время смены на экспериментальной станции Росток. Его тело исчезло. Виктор был другом Анатолия, и он плохо кончил, чтобы это не значило. Двойство назовучало, честно говоря, дамочка. Давай, бери сферы и греть у нее плащ. Калат подскакивает. Так, ладно, мы выяснили, что он плохо кончил. Моей женщине это не понравилось. Эй, Макс, смотри, чтобы он до тебя не добрался. Беги, парень. Беги, Форест. Вот это луна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok